Русский исторический канал 365 дней ТВ представляет программу «Летопись веков». Сегодня 22 августа. В этот день во всемирной истории. В 1485 году английский король Ричард III потерпел поражение в битве при Босфорте от претендента на престол Генриха Тюдора. В 1791 на острове Гаити в Вест-Индии началось восстание рабов. В 1794 началось строительство Одессы. В 1862 родился французский композитор Клод де Бюсси. В 1910 японская империя аннексировала Корею. 22 августа 1485 года английский король Ричард III потерпел поражение в битве при Босфорте от претендента на престол Генриха Тюдора. В 1455 году в Англии началась междоусобная война между сторонниками двух ветвей королевской династии плантагенетов – Ланкастеров и Йорков. Период безнаказанного разбоя местных феодалов и анархии продолжался почти без перерыва три десятилетия. По изображениям на гербах противоборствующих сторон этот конфликт стал известен как «Война алой и белой розы». Король Эдуард IV Йорк в 1471 году сумел утвердиться на престоле и отчасти восстановить порядок. Но после его смерти в 1483 году корону унаследовал его сын – 12-летний Эдуард V. Его опекуном и регентом королевства был объявлен герцог Ричард Глостерский, младший брат Эдуарда IV. Но уже через два месяца юный король Эдуард V и его младший брат Ричард были объявлены незаконно рожденными и заключены в крепость Тауэр. Английский парламент объявил королем их дядю, который взошел на трон под именем Ричарда III. Почти сразу же новому королю пришлось подавлять мятежи баронов, желавших возвести на престол Генриха Тюдора, представителя рода Ланкастеров, который в то время жил в изгнании во Франции. В августе 1485 года Генрих Тюдор, собрав небольшую армию из полутора тысяч наемников и пятисот английских эмигрантов, высадился на западе Англии. Король Ричард, спешно созвав войска, выступил ему навстречу. Решающая битва произошла на Босвордском поле в графстве Лестершир. Сражение происходило всего лишь около двух часов. Ричард располагал большими силами и занимал более выгодную позицию, но потерял это превосходство, когда герцог Норфолк, командовавший его передовым отрядом, был убит в первой же атаке. В течение часа битва была примерно равна, но Ричард проиграл ее из-за предательства. Оба лорда Стэнли перешли на сторону противника. Но еще более разрушительным было то, что граф Нортумберленд так и не вел арьергард в бой, когда увидел, что сделали Стэнли. В этот момент в отчаянии Ричард принял рискованное решение. Пытаясь сразить предводителя противника, он повел всех оставшихся с ним людей в атаку на Генриха Тюдора, который находился в тылу собственной армии. Голопом спустившись с холма, король предпринял отважную попытку уничтожить своего врага. Знамя Тюдоров упало на землю. Однако прибывшее подкрепление спасло Генриха, а Ричард был окружен и убит. Это сражение считается окончанием войны Алый и Белый роз. Генрих стал королем под именем Генриха VII и основал новую династию Тюдоров. 22 августа 1791 года на острове Гаити в Вест-Индии началось восстание рабов. Остров Гаити в Карибском море был открыт Христофором Колумбом в ходе его первого плавания в декабре 1492 года и назван Испаньолом. Остров стал колонией Испании. Там были разбиты плантации сахарного тростника, велась добыча золота. Первоначально на полях и рудниках использовался труд местных индейцев, обращенных испанцами в рабство. Но резкое сокращение численности коренного населения в результате эпидемий и жестокой эксплуатации побудило испанцев уже в XVI веке начать ввоз на Испаньолу чернокожих рабов из Африки. С начала XVII столетия на Гаити проникали пираты – английские флебустьеры и французские буканьеры. Они обосновались на близлежащем небольшом острове Тартуга, а затем завладели северо-восточным побережьем Испаньола. В 1665 году они подчинились французским властям. В 1697 по Рисвикскому миру Испаньола была официально разделена между Францией и Испанией. За испанцами осталась восточная часть острова – колония Санто-Доминго. Западная часть отошла к Франции, получив название Сан-Доминго. Производившиеся там товары – сахар, кофе, хлопок и какао – были важнейшими статьями французского экспорта. В конце XVIII века в Сан-Доминго жили почти полмиллиона черных рабов, около 40 тысяч белых, а также 50 тысяч свободных мулатов и негров. Вся экономическая власть находилась в руках крупнейших плантаторов, офицеров и чиновников. Большинство чернокожих оставалось совершенно бесправными рабами. Некоторые разбогатевшие мулаты сами покупали плантации и рабов, но все равно подвергались дискриминации со стороны Белой Верхушки. Такие социальные отношения, но прежде всего жестокая эксплуатация рабов, делали положение в Сан-Доминго взрывоопасным. Под влиянием Великой Французской революции начался подъем освободительной борьбы в Сан-Доминго. Учредительное собрание Французской республики даровало Сан-Доминго самоуправлением. Однако ни мулаты, ни тем более негры в органы власти колонии допущены не были. Со второй половины 1791 года ведущая роль в освободительной борьбе перешла к неграм. Восстание, вспыкнувшее в августе 91-го, переросло в войну за независимость под руководством талантливого военачальника и организатора, освобожденного раба Франсуа Туссена, прозванного Лювертюр, открыватель. Под его началом восставшие невольники одержали ряд побед над плантаторами и британскими войсками, которые те призвали себе на помощь. В 1794 году французский революционный конвент объявил об отмене рабства и присвоил Туссену Лювертюру чин бригадного генерала. Его войска одержали ряд побед над испанцами, а по базельскому миру 1795 года Франция получила колонию Санта-Доминго. К 1800 году весь остров оказался под контролем повстанческой армии. Была созвана ассамблея, принявшая Конституцию и объявившая Туссена Лювертюра пожизненным правителем. А в декабре 1801 года Наполеон Бонапарт направил на остров экспедиционный корпус. Туссен Лювертюр был пленен и отправлен во Францию, где вскоре он. Но борьбу за независимость возглавил соратник Туссена Лювертюра Жан-Жак Десалин. В ноябре 1803 года остатки французской армии были вытеснены из Санта-Доминго. 1 января 1804 года Десалин провозгласил Декларацию независимости острова от Франции, восстановив его старое индейское название Гаити. 22 августа 1794 года началось строительство Одессы. Находившаяся на этом месте турецкая крепость Хаджибей была взята штурмом русским отрядом под руководством генерал-майора Осипа Дерибаса. В сентябре 1789 года, во время русско-турецкой войны. После Ясского мира 1791 года Хаджибей окончательно отошел к России. Вскоре по указу Екатерины II был поднят вопрос о строительстве порта и города на Черном море. Было представлено три проекта – Очаков, Кинбурн, Хаджибей. В пользу последнего послужили отличный рейд в заливе, благоприятные грунты для якорной стоянки, возможность круглогодичной навигации, отсутствие сильных течений. В мае 1794 года вице-адмирал Дерибас получил рескрипт императрицы, повелевавшей ему приступить к основанию города на месте турецкой крепости Хаджибей. Спустя три месяца с благословения митрополита Екатеринославского и Таврического Гавриила в присутствии Дерибаса и главного архитектора Франца Деволана состоялась торжественная закладка города. В этот день, по словам первого историка Одессы, Аполлона Скальковского, были положены фундаменты Большого Мола, а также начаты гавань для грибных судов, верфь для починки казенных судов, две пристани, две церкви во имя Святого Николая и Святой Екатерины, а также была проведена первая борозда для фундаментов городских строений. Позднее началась постройка здания карантина, таможня, адмиралтейского магазина, госпиталя, соборной церкви, магистрата и дома для главного начальника. В течение двух первых лет на берегу Черного моря образовалась набережная длиной почти два километра, и было построено две пристани – адмиральская для военных судов и купеческая для торговых. В начале 1795 года Одесса, отнесенная к так называемым «приписным городам», вошла в состав Терраспольского уезда Вознесенской губернии. В этом же году город был переименован из Хаджибея в Одессу в честь существовавшей недалеко от Одесского залива греческой колонии «Адисос». Дерибас привлекал для строительства города талантливых иностранцев, начал строительство порта и создал необходимые условия для увеличения численности городского населения. Уже к концу 1790-х годов в городе проживали около 4,5 тысяч жителей. С самого начала Одесса стала основным поставщиком зерна в страны Европы и Восточной Азии. При градоначальнике герцоге-эммануиле де Ришелье Одесса превратилась в главный порт Российской империи на Черном море. Увеличению населения способствовал приток разноязычных и разноплеменных переселенцев из других районов России, Украины, стран Западной Европы. Среди них были негацианты, мастеровые, художники и строители. Развитию города способствовал учрежденный указом Александра I 1817 года статус Порто-Франко в Вольной гавани. 22 августа 1910 года Японская империя аннексировала Корею. В конце XIX века Корея стала объектом захватнических устремлений нескольких иностранных держав, прежде всего Китая, Японии и России. Короли Кореи считались вассалами китайских императоров, и долгое время именно Китаю принадлежали доминирующие позиции на Корейском полуострове. Япония получила предлог для интервенции в Корею в 1894 году благодаря восстанию в Корее во главе с религиозной сектой Танхак – восточное учение, которое боролось с чуждым западным учением католицизма. Опорой секты были угнетенные социальные слои, и поэтому власти сочли ее подрывной организацией и казнили ее основателя – Чхве Джоу. В конце столетия деятельность этой секты стала катализатором мощного взрыва недовольства населения в южных провинциях. Когда в ответ на призыв корейских властей о помощи в Корею были направлены китайские войска, Япония развязала войну с Китаем и одержала быструю победу. Согласно Симоносекскому договору 1895 года, обе державы признали независимость Кореи, но Япония оставила за собой преимущественное право управления страной. В 1896 году в правящих верхах Кореи сформировалась партия, выступавшая за сближение с Российской империей. Соперничество России и Японии достигло своей кульминации во время войны 1904-1905 годов, в которой Япония победила и получила возможность установить протекторат над Кореей. В 1906 году в страну прибыл японский наместник, в следующем году была распущена корейская армия. Против режима протектората повсеместно развернулась вооруженная борьба крестьян, рабочих, учащихся молодежи. Под руководством патриотически настроенных дворян делались попытки объединить усилия партизанских отрядов для похода на столицу, создать единое командование. Попытка корейцев обратиться за защитой Гаагской мирной конференции держав успеха не имела. В июле 1907 года управление страной полностью перешло в руки японского генерального резидента. Тогда же Япония и Россия подписали соглашение, по которому Россия обязывалась не препятствовать включению страны в состав Японской империи, а Япония признавала Северную Маньчжурию и Монголию сферой интересов России. 22 августа 1910 года Корея была официально включена в состав Японской империи. Летопись веков – это история России и зарубежных стран. Смотрите каждый день на телеканале 365 дней ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова